В июле 1805 года, перед началом войны Третьей европейской коалиции против Наполеона, фрейлина Анна Павловна Шерер собирает у себя в Петербурге светский вечер. Приехавший первым из гостей князь Василий Курагин жалуется Анне Павловне на своих сыновей – покойного дурака Ипполита и беспокойного Анатолия, чьи кутежи стоят ему 40 тысяч в год. Чтобы остепенить по весу Анатолия, Шерер предлагает устроить его брак с княжной Марьей, дочерью известного чудака, князя Балконского, который сейчас безвыездно живёт в деревне. На вечер к Шерер собирается высшая знать столицы. Толстой яркими красками живописует пустоту и лицемерие этой среды. В числе прочих приезжает молодая княгиня Лиза Балконская, беременная жена Андрея, брата княжной Марьи, женщина болтливая и пустоватая. Входит и Пьер – незаконный сын знаменитого Екатерининского вельможи, графа Безухова. Толстый и рослый юноша, мечтательный и рассеянный до чудаковатости, но простой и добросердечный. Он только что вернулся из-за границы, где воспитывался 10 лет. На вечер к Шерер приезжают также дочь князя Василия Элен, ослепительная красавица, и князь Андрей Балконский, муж княгини Лизы, молодой человек, за чьей внешней сухостью и даже высокомерием видны непреклонной воли и ум. Глядя на собравшееся общество, Андрей не скрывает презрительной ухмылки, но, увидев Пьера, приветствует его радостно и сердечно. Французский эмигрант Виконт Мартемар рассказывает гостям Анны Паловны о недавно расстрелянном по приказу Наполеона герцоге Нгиенском, члене французского королевского дома. Пьер с неловким видом ввязывается в спор с Мартемаром и, к изумлению присутствующих, заявляет, что казнь герцога была государственной необходимостью, а Наполеон – великий человек, который вывел Францию из пучина кровавой анархии. Всеобщее возмущение Пьером кое-как заминает удачно сказанной фразой «Князь Андрей». После вечера у Шерер Пьер едет ужиной к Балконскому. Тот собирается отправиться адъютантом русского главнокомандующего Кутузова на войну, которая вот-вот начнётся. Мечтатель Пьер говорит, что, по его мнению, кампания против Наполеона несправедлива. Князь Андрей в ответ лишь усмехается. Его мало заботит моральная сторона войны. Он жаждет её, мечтая о геройских подвигах. Вошедшая жена Балконского, маленькая княгиня Лиза, плаксиво жалуется, что муж уезжает и на время своего отсутствия запирает её у отца в деревне. Князь Андрей раздражённо отсылает супругу спать, а Пьера ведёт в столовую. Во время ужина он советует ему никогда не жениться, чтобы не подчиняться дамским капризам и не погрязнуть в светском ничтожестве. Андрей советует также Пьеру побыстрее выбрать себе достойное поприще и прекратить рассеянную жизнь с компанией повеса Анатолия Курагина. Безвольный Пьер сдружился с Курагином по возвращении из-за границы. Пьер даёт обещание бросить общество к утил, но, простившись с Балконским, решает поехать к Анатолию в последний раз. Он застаёт у друзей попойку и присоединяется к ней. Один из товарищей Курагина, известный задир и дуэлян Долохов, на спор с риском для жизни выпивает бутылку рома, сидя на покатом откосе окна третьего этажа. Захватив с собой приведённого откуда-то молодого медведя, Пьер и его собутыльники едут продолжать кутёж в городе. Через некоторое время после всего этого в Москве, в доме жизнерадостного и простого графа Ильи Ростова, в один и тот же день празднуется именина его жены и графини, и её младшей дочери Наташи. Знакомые дамы приезжают поздравлять графиню. И одна из них, Карагина, рассказывает, что в Петербурге Пьер Безухов и его компания после попойки у актрис поймали квартального полицейского, связали его спинами с ручным медведем и пустили в мойку. Медведь плавает, а квартальный – на нём. Пьера выслали из столицы, и это очень огорчило его отца – сказочно богатого сановника Екатерининской эпохи, который сейчас лежит в Москве при смерти. В гостиную дома Ростова вбегает младшее поколение этой семьи. Толстой знакомит читателя с ним. Это дети графа и графини, тринадцатилетняя Наташа, необычайно живая и шаловливая и непосредственная девочка. Её пылкий и стремительный старший брат Николай и младший – Петя, ещё совсем ребёнок. Их сопровождают друзья – пятнадцатилетняя племянница Ростовых Соня и спокойный, расчётливый Борис Друбецкой, сын знатной, но бедной княгини Анны Михайловны. Молодой офицер Борис готовится идти на войну. Туда же отправляется и студент Николай, который даже решил бросить ради этого университет. Соня явно влюблена в своего двоюродного брата Николая. Наташа, несмотря на свой юный возраст, неравнодушна к Борису Друбецкому. У постоянно переполняемых бурными чувствами Наташи и Николая есть ещё старшая сестра – Вера. Она очень не похожа на них, суха и неестественна. Убежав из гостиной в цветочную, Наташа случайно становится свидетельницей любовного объяснения между вошедшими туда же Николаем и Соней, которые не замечают её и вскоре уходят. Вместо них в цветочной появляется Борис. Впечатлённые только что увиденным Наташи предлагают Борису поцеловаться, а потом ведёт его под руку, как взрослая дама-кавалера. Ядовитая и саркастичная Вера Ростова, увидев в задних комнатах две юные пары – Бориса с Наташей и Николая с Соней – из зависти портит им настроение колкостями. Тем временем в гостиной мать Бориса, деловитая княгиня Друбецкая, наедине рассказывает подруге юности, графине Ростовой, что ей по бедности не на что обмундировать устроенного в гвардию сына. Захватив с собой Бориса, Друбецкая едет к умирающему графу Безухову. Тот им несколько сродни, и Анна Михайловна надеется получить от него хоть что-нибудь завещание. Граф Ростов просит, чтобы в доме Безуховых они передали приглашение на сегодняшний праздничный обед Пьеру. Борис едет с матерью неохотно. При всей своей расчётливости этот юноша горд и не желает унижаться. Небогатых Друбецких едва пускают в дом Безухова, где решается судьба его наследства. Сам умирающий граф хочет отдать все богатства Пьеру. Но Пьер – незаконный сын, и его жаждут обойти законные родственники отца, три княжные племянницы и уже знакомый читателю из описания «Вечера у Шерер» князь Василий Курагин. Энергичная и бесцеремонная княгиня Друбецкая, невзирая на недовольство князя Василия, проходит в комнату, где граф Безухов лежит уже почти без сознания. Борис идет передать Пьеру приглашение на обед. Пьер в это время рассеянно бродит по комнате, грезя о своем герое – Наполеоне. Борис приглашает его к Ростовам, а затем, покраснев, уверяет, что они с матерью приехали сюда не для того, чтобы претендовать на часть наследства. Он сам, по крайней мере, ничего из денег графа не примет. Пьер, расчувствовавшись, горячо трясет Борису руку, как благородному человеку. Тем временем щедрый граф Илья Ростов по просьбе жены дает ей 700 рублей. Когда Друбецкие возвращаются от Безухова, графиня дарит эти деньги Анне Михайловне на мундир Борису. К Ростовым собираются гости. Приезжает Пьер, как всегда неловкий и застенчивый. Появляется и Марья Дмитриевна Хросимова, пожилая женщина, известная всей Москве прямотой характера и способностью говорить правду в лицо всякому, невзирая на чины. Рассевшись за богатым столом, гости начинают разговор на главную тему – о войне с французами, которая вот-вот будет объявлена императором Александром. Часть присутствующих патриотично жаждет борьбы с неприятелем. Другие, напротив, считают, что России не следовало бы мешаться в европейские дрязги. Серьёзный тон беседы нарушает Наташа, которая на спор с братом Петей встаёт из-за стола и под общий смех громко спрашивает мать – какое будет пирожное. По окончании обеда Соня, заметившей, что Николай Ростов за столом любезно разговаривал с юной Жюли Карагиной, плачет в детской. Соню прибегает утешить Наташа. А в большой зале дома Ростовых начинаются танцы. Для гостей играет оркестр. Пожилой граф Илья при восторге всех гостей танцует со своей ровесницей Охромовой пляску под названием Данила Купор. Старый Ростов выделывает в танце ловкие коленца. Грузная Охросимова лишь потряхивает телом, но и это у неё получается очень выразительно. Как раз в это время с графом Безуховым делается уже шестой удар. Князь Василий Курагину кратко идёт к старшей из княжон племянниц графа и начинает с ней разговор о наследстве умирающего. Худая, злая княжна вначале не верит, что все деньги могут достаться незаконно рожденному Пьеру. Но князь объясняет. Граф написал письмо государю, прося после своей смерти узаконить Пьера. И эта просьба наверняка будет уважена. Курагин и княжна решают выкрасть завещание, пока старый Безухов без памяти. Княжна рассказывает, что оно хранится в мозаиковом портфеле под подушкой, на постели в комнате больного. К дому как раз подъезжают в карете Пьера и княгиня Друбецкая, вернувшиеся от Ростовых. Анна Михайловна властно увлекает за собой растерянного Пьера в комнату, где умирает его отец. «Я позабочусь о ваших интересах», – внушает она Пьеру. Неопытный в житейских делах юноша недоумевает, что это значит. Доктора не надеются, что граф Безухов переживет эту ночь. Умирающего соборуют. Во время церемонии в комнате графа, который уже не может говорить и вряд ли понимает то, что происходит вокруг, собирается вся его родня. Больного переносят в большое вольтеровское кресло, а Василий Курагин и старшая княжна потихоньку проходят вглубь комнаты, кровати графа, где под подушкой лежит завещание. Пьер со слезами на глазах слышит короткий хрип отца. После соборования родные выходят из комнаты. Пьер вдруг видит, как в соседней с нею приемной старшая княжна и княгиня Друбецкая рвут друг у друга из рук мозаиковый портфель. От графа вдруг выбегает средняя княжна с криком «Он умирает». Старшая княжна от неожиданности выпускает портфель, и Друбецкая цепко завладевает им. Все вновь бросаются в спальню. Друбецкая вскоре выходит оттуда и сообщает ошеломленному Пьеру, что его родитель скончался. «А вы теперь, видимо, обладатель огромного богатства», – продолжает она. «Хотя, если б я не была тут, бог знает, что бы случилось. Но помните, ваш отец обещал мне не забыть Бориса». После этой сцены действие романа переносится в имение «Лысые горы», где живет отец князя Андрея, Николай Андреевич Балконский, в прошлом видный военачальник, генерал-аншеф. Он впал не милость при императоре Самодуре Павле и с тех пор поселился с дочерью Марии в своем провинциальном поместье. «Человек сурового и деятельного склада, вольнодумствующий безбожник, старый Балконский постоянно занят в лысых горах писанием мемуаров, выкладками из высшей математики, точением табакерок на станке и наблюдением за хозяйством». Княжне Марии он тоже устанавливает поминутный распорядок дня, заставляя ее даже изучать алгебру и геометрию. Вместе с Марией и ее отцом в умении живет молодая, легкомысленная француженка, мадемуазель Бурьен, которую старый князь приютил, жалившись над ее сиротской бедностью. В лысых горах ждут приезда князя Андрея. Тот должен привезти отцу беременную жену, а сам отправится на войну. Княжна Мария – девушка некрасивая, но глубоко религиозная, участливая и кроткая, с добрыми лучистыми глазами, утром получает письмо от своей московской подруги Жюли Карагиной. Жюли сообщает в нем о наделавшей много шума смерти графа Безухова и о том, что Пьер по просьбе отца был признан законным сыном и унаследовал все громадное состояние. В письме Жюли есть еще более важная новость. Марии подыскали жениха в светской среде – по весу Анатолия Курагина – и думают устроить сватовство через жену ее брата Андрея. Мария пишет в ответ Жюли – «Брак, по-моему, есть божественное установление, которому нужно подчиняться. Как бы ни было тяжело для меня, но если всемогущему угодно будет наложить на меня обязанности супруги и матери, я буду стараться исполнять их так верно, как могу, не заботясь об изучении своих чувств в отношении того, кого он мне даст супруги». Около полудня в Лысые горы приезжает князь Андрей с супругой Лизой. Княжна Мария сердечно встречает их. Старый князь Балконский подробно расспрашивает сына о планах предстоящей кампании против Наполеона. Слушая объяснения Андрея, он явно недоволен легковесными прожектами вождей антифранцузской коалиции и не ждет для России от начинаемой войны ничего хорошего. Семья Балконских садится обедать. Старый князь видит жену сына впервые, но с первых же слов прозревает ничтожный характер Лизы и больше не интересуется ею. Он опять заговаривает о войне, сетует, что умер его кумир Суворов, в резких и отрывистых репликах обрисовывает мельчайшие подробности заграничных событий. Князь Андрей поражается, как его отец, живя в деревне, мог собрать столько сведений и так тонко вникнуть в самую подноготную европейской политики. На другой день вечером родственники провожают князя Андрея на войну. Княжна Марья со своим лучистым взглядом приносит ему небольшой образок, который носил в боях еще их дедушка. Лиза падает в наигранные обмороки. Старый князь старается скрыть тревогу за сына под маской раздражительной суровости. «Помни одно, князь Андрей», – говорит он сыну на прощание, – «коли тебя убьют, мне, старику, больно будет. А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно».